Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про то, каким был Николай Чаушеску. Чаушеску, гений Карпат, великий кондукатор, четверть века вел Румынию своим путем. Николай Чаушеску родился в январе 1918 года в румынской деревне Скорничешти. 12-летним подростком уехал из дома на заработки в город. Он устроился работать сапожником, усердно подбивал каблуки прохожим в Бухаресте, а свободное время, согласно официальной биографии, проводил на уличных демонстрациях и стачках. В 15 лет Николая впервые попал в полицейский участок. С тех пор аресты следовали один за другим. В тюрьме Чаушеску познакомился с Георгию Дежу, будущим партийным лидером Румынии, при котором стал исполнять роль Денщика. Уважаемые зрители! Мы знаем, что нас смотрят, 95% людей без подписки, просим вас подписаться на наш канал, для вас это ничего не стоит, а нам это поможет в продвижении, также ставьте лайк этому видео, это поможет в продвижении этого ролика, и его увидят больше людей. После крушения фашистской диктатуры карьера, Николая Чаушеску резко пошла в гору. Уже в 1955 году, он стал членом политбюро. После внезапной смерти, в 1965 году Георгию Дежу в стране началась борьба, за пост генсека. Став у руля, Чаушеску не стал поддерживать внешнеполитический курс старшего брата по лагерю. Он старательно налаживал связи с идейными врагами СССР, установил дипломатические отношения с ФРГ, после шестидневной арабо-израильской войны, не спешил разрывать отношения с Израилем. А 1968 год стал годом его триумфа. 21 августа войско Советского Союза и четырех союзных государств оккупировали Чехословакию. Чаушеску не только не отправил в Прагу румынский контингент, но и открыто выступил против нарушения чехословацкого суверенитета. Это снискало ему широкую популярность в стране и за рубежом. В начале 70-х годов XX века Румыния превратилась в гигантскую стройплощадку. По всей стране возводились новые заводы, фабрики, современные кварталы жилых домов. Из традиционно аграрного государства Румыния на глазах превращалась в государство индустриальное, а ее лидер, Николай Чаушеску, в национального героя, великого кондукатора, как его окрестила пресса, гения Карпат. Безграничная власть, любовь народа и вера в собственную исключительность сделали свое дело. Чаушеску превратился в авторитарного лидера. Он вел себя как настоящий император и требовал соответствующего отношения к себе. Ему нравилось, когда окружающие вслух восхищались его умом и гениальностью, и он терпеть не мог, когда кто-то осмеливался ему перечить. Неугодных лишали государственных постов, сажали в тюрьмы, или в лучшем случае, выдворяли за пределы страны. Западные страны о чрезмерном самомнении Чаушеску знали, и очень умело этим пользовались. В середине 80-х годов XX века, внешний долг Румынии составлял свыше 10 миллиардов долларов. Кредиты западных банков обросли процентами. И хотя срок погашения кредитов приходился на 90-е годы, Запад неоднократно предлагал Бухаресту выплатить долги политическими дивидендами. Иначе говоря Чаушеску, намекали на необходимость выхода Румынии из Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Но он отвергал подобные предложения, заявляя, что его страна и без этого сможет погасить долги, раньше установленного срока. Румынам Чаушеску объяснял, что для достижения истинной свободы и независимости, нужно потуже затянуть пояса. Так в стране начался период жесткой экономии. По указанию Чаушеску телевидение стало вещать только 2 часа в сутки. В зимнее время строго-настрого запрещалось пользоваться холодильниками и другими бытовыми приборами. Нельзя было употреблять газ для обогрева жилых помещений. Горячая вода практически не подавалась. Ночью в квартире разрешалось зажигать лишь одну лампочку мощностью не более 15 ватт. Малейшее нарушение, введенного диктатором жесточайшего режима экономии, каралось штрафами. Страна села на голодный паек. За обувью и одеждой, за предметами первой необходимости в магазинах, выстраивались длинные очереди. Однако в народе, лишенном хлеба, тепла, электричества, проживающим в совершенно ужасающих условиях, уже зрело недовольство. Достаточно было одной искры, чтобы возгорелось пламя. И вот в декабре 1989 года в Тимишааре начались народные волнения. Весть о драматических событиях в Тимишааре молниеносно расползлась по стране. По мятежникам Чаушеску разрешил стрелять без предупреждения, что усилило народные волнения еще больше. Спустя несколько дней кондукатор предпринял попытку самостоятельно успокоить волнение. Во время его выступления на площади взорвалась петарда. Толпа, возбужденная до предела, разразилась негодующими криками «Долой Чаушеску!». Окружение румынского диктатора приняло за него решение – бежать. Однако вырваться за пределы страны Николая Чаушеску и его супруге Елене было не суждено. Вертолет, на котором президентская чета пыталась покинуть Румынию, приземлился недалеко от города Тарговишти. Семью Чаушеску доставили в местный военный гарнизон, где сначала под предлогом защиты на сутки спрятали в бронетранспортере, а потом решили убить. В декабре 1989 года военный трибунал, обвинив Чету Чаушеску в геноциде собственного народа, уничтожение гособственности, организации военных действий против румын, попытки бегства за границу и вывозе за рубеж одного миллиарда долларов, приговорил ее к смертной казни через расстрел. В рождественскую ночь приговор был приведен в исполнение.